МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но для того, чтобы это реально начало происходить, необходим обмен опытом между уже состоявшимися интернет-компаниями. Мы в своих компаниях уже этот путь прошли, потратили большие бюджеты и понимаем, как лучше делать. Просто эту информацию в интернете просто не найдешь. Мы знаем, что в Казахстане лучше работает, Яндекс, Гугл, мы знаем, как работает ТВ, как лучше размещаться на ТВ, как лучше делать контекст для Казахстана. Набор в УПА-НОЙТИ начался в сентябре 2016 года. Основатели проекта не ставили строгих рамок при наборе учащихся. Поступить в некоммерческую школу могли как студенты, так и профессионалы из разных областей. Также отсутствовали и возрастные ограничения. Единственное требование – иметь базовые знания в зависимости от выбранного ими курса. В итоге представители школы получили более полторы тысячи заявок. По итогам технических заданий собеседования отбор прошли 86 студентов. То есть мы не стартовое обучение. То есть не так, что ты пришел и учишь азы интернет-маркетинга или азы программирования. Нет. То есть мы – школа, которая учит тебя продвинутому уровню, дает реальный кейс. На протяжении четырех месяцев студенты получали уникальный опыт по трем ключевым направлениям. В зависимости от курса занятия проходили по-разному. Если мы говорим про программирование, то там было больше технической работы. А в интернет-принимателе это больше было кейсов, мы больше рассказывали в решении каких-то проблем. В интернет-маркетинг тоже больше работы было технической. Математик по профессии Рината Булханов узнал о наборе на эти курсы в интернете. Студент говорит, что его привлекла сама инициатива проекта, и он решил овладеть навыками интернет-предпринимательства. Сейчас его планы запустить свой веб-портал. От отбора он был очень интересный. Сами занятия, приглашенные гости, менторы. И до финального задания все это было очень увлекательно. Я старался не пропускать ни одно занятие, впитывать буквально все. Такие проекты, инициативы именно сподвигают молодых специалистов в Казахстане поднимать именно интернет-бизнес. А вот программист-разработчик Сергей Демидов в сайте с Верой знаком не понаслышке. Он пришел в школу за новыми знаниями. Хотел обновить тот стек, который у меня сейчас есть. В принципе, мне очень помогли эти курсы, даже в плане работы. Самое интересное, это было экскурсии в компании участников. Они нам показывали свои, получается, рабочие места, рассказывали о своей структуре. Как говорят организаторы, школа держит на трех китах. Это некоммерческая основа, строгость в обучении и дисциплина. Эти слова подтвердились на практике, ведь только половина студентов смогли получить свой диплом. Наличие диплома OpenIT, это значит, что мы лично готовы за них поручиться, считаем, что они большие профессионалы. Если мы считали, что человек не дотягивает, его финальная работа не соответствует уровню, мы отказываем диплом. Но мы обязательно дадим им второй шанс. Если же они пересдадут и подтвердят свой высокий уровень, мы с удовольствием дадим им диплом. Новый набор школ OpenIT стартует уже в марте. Узнать всю подробную информацию и подать заявку можно на официальном сайте. Основатели школы интернет-технологий также планируют запустить четвертую модуль в обучении «Мобильная разработка». Мадина Жалмагометова, Ирнура Итарбек, Жанакун. Новый набор школы интернет-технологий.